Думаешь бизнес это не для тебя? Слишком сложно? Скажи стоп своим сомнениям. Пора действовать. Как открыть собственное дело? Где получить информацию и финансовую поддержку? Практические советы в различных сферах бизнеса. Наши герои добились успеха с нуля, а значит и тебе это под силу. Составь свой бизнес-план вместе с нашей программой. Здравствуйте, друзья. Мы находимся в Гомельском технопарке. Это современная площадка по поддержке инновационного бизнеса. И сегодня в центре нашего внимания история новых резидентов технопарка. Онлайн-школы по обучению детей чтению. Об эффективности сплава педагогики и IT-технологии расскажут Анна Мельникова и Сергей Аксененко. Меня зовут Анна Мельникова. Я основатель онлайн-школы KidsKey. Сама я родилась в Белоруссии. По образованию я педагог. Подошкольное начальное обучение и также я еще логопед. Я работала и в детском саду, и в школе. Работала дефектологом, логопедом. Работала с абсолютно разными детьми. После работы в школе у меня было желание попробовать себя в чем-то другом. И я уехала в Петербург. Я работала в рекрутинге, работала в разных коммерческих организациях. Поэтому приобрела именно там такой хороший коммерческий опыт и опыт в плане маркетинга. Вообще идея создания бизнеса у нас витала очень давно. Учитывая, что я по образованию педагог, а муж у меня программист и очень хороший специалист в области IT. Поэтому всегда было желание создать что-то смежное между что-то с педагогикой связанной и IT-технологиями. Изначально это появление ребенка. И так получилось, что в какой-то период нашей жизни мы уехали жить в другую страну, в США. Находясь далеко от, скажем, русскоговорящей среды, то мы очень много общались с бабушками по скайпу. Моя мама, она тоже педагог, дефектолог. Поэтому она стала с ним по скайпу проводить какие-то занятия, то есть очень спонтанные, читать книги, там показывать какие-то буквы, показывать цифры, изучать с ним. И мы увидели, что это правда приносит хороший результат. И мы в этом увидели вот интересную идею. И мы поняли, что можно создать вот интересное обучение для детей, которое будет проходить в режиме онлайн. Мы достаточно долго разрабатывали разные вариации методик. Мы их опробировали на знакомых, на друзьях. И мы вышли уже на ту методику, которая действительно была рабочая, которая была интересна детям и приносила очень высокие результаты. После методологии мы перешли уже к созданию платформы. Этими вопросами уже занимался конкретно муж. Создавать бизнес в Америке, особенно в штате Калифорния, это достаточно дорогостоящая история. Для того, чтобы это сделать, нужны большие инвестиции. Наш проект, он все-таки про русский язык, про обучение детей чтению на русском языке. Поэтому получить какие-то инвестиции именно в Америке, то это достаточно сложно. Даже, наверное, невозможно. Поэтому мы логически просто поняли, что нам нужно возвращаться именно в Беларусь, так как я сама из Беларуси, и начинать здесь уже проект полностью, полноценно вести. Мы стали искать изначально помещение для офиса. Для нас было приоритетно, чтобы это был современный офис. Это было то место, где работают и другие компании в IT-сфере. Соответственно, мы в это время узнали о существовании технопарка, узнали о тех условиях, которые он предлагает. Для нас это было очень важно на тот момент, потому что технопарк дает возможность молодым компаниям, стартапам, как мы, начать свой бизнес и решает часть проблем. Мы видели примеры компаний, которые пришли в технопарк и стали успешными, пошли дальше, стали резидентами ПВТ. Для нас это тоже важный момент, поэтому мы, соответственно, стали консультироваться по поводу вступления в технопарк. Созвонились с администрацией, с директором технопарка, провели встречу, нам очень подробно рассказали о том, о всех условиях, которые здесь находятся. Нам очень понравилось. Мы сразу поняли, что хотим здесь быть. Надо начать прежде всего именно с консультации с администрацией технопарка, чтобы понять, насколько тот проект, который вы ведете, он соответствует идеям технопарка. Бизнес должен быть инновационным, желательно направлен на экспорт. Должны быть шаги для развития его и четкое понимание, на какой этап этот бизнес выйдет через несколько лет. Чтобы стать резидентом, нужно написать бизнес-план и защитить его перед комиссией. Год назад в Гомельском технопарке открылся класс робототехники. Чему здесь учат и кому будет полезен и интересен подобный опыт, узнаем прямо сейчас. Вот тут у нас есть и роболаборатория для того, чтобы детишки учились тому, каким образом работают датчики. Так, здесь есть робоплатформа. Это уже, по сути, полноценный робот, на котором они, в том числе, участвуют в различных олимпиадах. Ну и тоже, соответственно, программируют все это дело и учатся изнутри, как это именно работает. Ну и набор схемотехники – это третий наш основной такой проект, скажем так. Здесь у нас микроэлектроника. И, по сути, все основные физические законы и как именно функционируют электрические устройства детки учат по этому набору. Сам класс открылся около года назад. И основной его идеей здесь было то, чтобы дети смогли с достаточно маленького возраста, то есть тут у нас с 10 до 14 лет, чтобы дети могли уже в этом возрасте для себя определить, интересно ли им так быстро развивающаяся у нас тема IT, тема робототехники. Потому что в настоящий момент институты, университеты, в принципе, высшее учебное заведение, они испытывают, так скажем, кадровый голод. Но не в плане преподавателей, а в плане студентов, которые приходят, ну, имея мало представления о том, чем им предстоит заниматься. И достаточно маленький процент в целом на технические специальности поступает детей. Мы эту тему проанализировали и приняли для себя решение, что необходимо направлять детей на обучение профессиям будущего различным уже с таких малых лет. Тут мы обучаем, скажем так, всему понемножку. То есть основная тема, да, это робототехника, то есть конструирование роботов, функционирование их, программирование роботов и программирование в целом, какие-то базовые вещи. Плюс схемотехника, то есть микроэлектроника. Это необходимо для того, чтобы понимать, как устроен робот, как он функционирует и в целом вообще, как функционирует микроэлектронное устройство. Также в этот курс входит 3D-моделирование и 3D-печать на 3D-принтере. Фактически ребенок, обучивший здесь, по итогу может сам собрать полностью робота. Когда ребенок с маленького возраста уже осознает, какая ему сфера лучше, какая ему больше нравится, какая ему проще, ему в дальнейшем намного проще и поступить будет. Потому что он идет в узне от безысходности, от того, что так родители сказали, потому что ему самому это нравится. Обучение в нашей школе проходит на нашей онлайн-платформе. Изначально ребенок занимается с педагогом на платформе. Для понимания, на одной половине экрана ребенок видит педагога, на второй половине экрана он видит уже задания, которые выполняются. После окончания урока ребенку открываются автоматически домашние задания, которые сделаны в игровой форме. Они очень интуитивные, то есть ребенок самостоятельно, без помощи родителей, может их выполнять. Контролирует выполнение системы, то есть правильные или неправильные ответы, то есть это все выдается системой. Все очень интересно, и поэтому дети, они зачастую просто бегут на урок к педагогу ради того, чтобы им быстрее открыли домашние задания. Мы предоставляем не классическое репетиторство, у нас не бесконечное количество занятий, то есть мы предоставляем курсы. Что такое курс? То есть мы за определенный ограниченный период гарантируем результат. У нас есть разный курс, есть базовый курс по обучению детей чтению, называется «Букварята». То есть мы гарантируем, что мы за 22 урока научим ребенка читать. Этот курс длится 3 месяца, он разделен на 3 блока, в каждом блоке по 7 занятий. Оплата идет именно по блокам, то есть если родители, например, решают, что они не хотят дальше продолжать с нами обучение по каким-либо причинам, то они могут пройти один блок, два блока и на этом остановиться. Создание бизнеса требует знания во многих сферах и тяжело человеку знать сразу как бы все. Поэтому мы очень много работаем с подрядчиками, с аутсорсерами, со специалистами, которые разбираются в конкретной сфере. То есть у нас есть бухгалтерия, у нас есть юристы, то есть те компании, которые специализируются на какой-то области, предоставляют качественную услугу. Получить поставленный процесс, оформление документов и больше концентрироваться на основных задачах бизнеса. Я больше занимаюсь вопросами, наверное, административными и техническими. Анна больше сконцентрирована на маркетинге, на создании бренда компании и на педагогических процессах. Пришло время для рубрики «Бизнес-блокнот». За IT-технологиями будущее и количество предпринимателей в этой сфере растет. Что необходимо знать начинающим бизнесменам-айтишникам, расскажут в налоговой инспекции. Одно из наиболее популярных направлений в IT-бизнесе по сей день – создание веб-сайтов. Если вы собираетесь попробовать свои силы в качестве разработчика сайтов и сделать это своим источником дохода, то следующая информация для вас. На сегодняшний день один из наиболее перспективных видов интернет-заработка – это создание веб-сайтов. Если у вас есть возможность и желание зарабатывать на этом, то сегодня можно легально заниматься этим бизнесом, при этом не регистрируя его. Итак, тем, кто решил открыть собственное дело без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, прежде всего необходимо уведомить об этом налоговый орган. Специалисты инспекции самостоятельно на основании представленного уведомления рассчитают сумму налога. В 2020 году ставка единого налога при оказании услуг по разработке веб-сайтов в городе Гомеле установлена в размере 96 рублей. Указанную сумму необходимо уплатить и можно приступать к работе. Обращаю ваше внимание, что вносить налог нужно ежемесячно, но только в те месяца, когда вы работали. Также важным условием работы без регистрации индивидуального предпринимателя является то, что ваши услуги должны предназначаться для личных нужд граждан, в том числе иностранных. Если же вы решили нанимать людей в штат, либо вашими клиентами будут организации или же индивидуальные предприниматели, вам все же придется открыть ИП или юридическое лицо. При этом действующее законодательство не содержит каких-либо ограничений в части одновременного осуществления деятельности по разработке веб-сайтов в качестве физического лица по заказам граждан и в качестве индивидуального предпринимателя по заказам субъектов предпринимательской деятельности. О порядке регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также системах налогообложения данных категорий субъектов хозяйствования вы можете ознакомиться на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в разделе «Электронные сервисы» вкладка «Создай свой бизнес». Никакого секрета в создании бизнеса нет. Надо понимать, что он состоит из двух вещей. Первое – это надо думать, второе – надо делать. Если только думаешь, то никакого бизнеса не будет. Если только делаешь, то он не будет успешным. Поэтому нужно просто чередовать эти две вещи. Вот как бы весь секрет. Планы у нас достаточно большие, потому что на данный момент недостаточно школ, которые именно в онлайн-режиме делают это образование интересным. Мы хотим запускать дальше, конечно, программы, допустим, по математике. Хотелось бы запускать более углубленные программы подготовки детей к школе. Возможно, это также будут английские, ну и все другие дисциплины, которые нужны нашим детям. Я говорила в начале интервью о том, что я работала педагогом, потом я хотела попробовать в чем-то ином. Я прям сбежала, честно скажу. Но это бегство меня вернуло сюда, оно вернуло сознание не бизнеса. Но мое нутро педагогическое, оно никуда не ушло. И вот сейчас я понимаю, что я четко на своем месте, потому что одновременно я могу делать какие-то бизнес-процессы, и в то же время я могу нести свою экспертизу. И это очень круто, это вот сейчас я вот абсолютно понимаю, что это моя дорога. Опытом создания и ведения бизнеса сегодня с нами делились Анна Мельникова и Сергей Аксененко. Вдохновляйтесь историями наших героев и воплощайте свои мечты. Это была программа «Бизнес-план». До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова